Всем привет! И прежде чем мы начнем, хочу сказать, что на канале Вадима вышло, по сути, большое интервью со мной. Получилось очень круто, поэтому все переходите по ссылке в описании и смотрите. Плюс я там разыгрываю одну классную книгу. Участвуй! Грибы, ЛСД, МДМА... Можно ли под камерой или нет? Лишился девственности, ты с ней. Да. Писал какой-то представитель, видимо, Давидовича. Я гуталену сидел, стер. Сколько вот ты на пике оставил денег за какую-нибудь тусовку? Всем привет! С вами Лики и вы смотрите канал Дайп 5. Сегодня вышла долгожданная игра Death Stranding. И мы решили рассказать вам о 10 интереснейших фактах о этой игре от самого гения. Так что присаживайтесь поудобнее, настраивайте свои ушки и поехали! По факту... Death Stranding это научно-фантастический боевик. События игры разворачиваются в будущем, а этот мир будущего пережил техногенную катастрофу. Пока неизвестно, является ли это следствием ожесточенного международного военного конфликта или варварского отношения людей к природным ресурсам и окружающей среде. Так или иначе, жизнь человечества изменилась кардинальным образом. Стран больше нет. Большая часть городов разрушена, следовательно, способ административного деления изменился. А в мире появились разломы в пространстве и загадочные аномалии. Композитором Death Stranding выступает Людвиг Форселл. Работал над саундтреком в предыдущей игре Хидео Кодзимы. В трейлерах Death Stranding были использованы треки исландской группы Low Roar. В феврале 2017 года для лейбла Mondo Records при поддержке Kojima Productions ограниченным тиражом был выпущен 12-дюймовый виниловый сингл, содержащий вышеупомянутые песни. Это был самый первый сопутствующий товар, выпущенный для будущей игры. Такие культовые исполнители современности, как Cars the Neighborhood, Major Lazer и Bring Me the Horizon участвовали в создании саундтрека для Death Stranding. Все мы с вами понимаем, что от такого музыкального сочетания стоит ожидать самых ярких эмоций. Главный герой – сотрудник научно-исследовательской корпорации по имени Сэм. Эта компания работает на правительство США. Несмотря на то, что государства уже фактически не существует, есть лишь Соединенные Города Америки. По сюжету, находящийся на смертном одре бывший президент США просит Сэма помочь объединить людей и страну, поскольку только так у них появится шанс выжить. Получится у него или нет, вы можете узнать уже прямо сейчас. Игра была анонсирована на E3 2016, однако разработчики на тот момент еще даже не выбрали движок для своего творения. Они все никак не могли определиться, какую из двух технологий, одна была использована как раз для создания первого трейлера, задействовать. В итоге разработчики сошлись на том, что будут использовать движок Децимо Энжин. Если продолжать разговор о сюжете игры, то стоит отметить, что под воздействием аномалии в мире появились разломы реальности и иной перевернутый мир мертвых. Этот мир в игре называется Аидом, что естественно является отсылкой к одноименному древнегреческому богу смерти. В показанных трейлерах Аид это место, где идет война. Мы могли увидеть кадры сражений времен Первой мировой войны, Второй мировой войны и военный конфликт во Вьетнаме. Здесь же находится и герой Матса Миккельсона, Клифф. По какой причине он застрял в этом измерении, нам неизвестно. Однако он не является именно антагонистом. По слухам, Клифф относится к Луденсам, творцам реальности и также ищет способ спасти реальный мир от гибели. Но слухи это только слухи, поэтому не будем торопиться с выводами. Режиссеру игры Хидео Кадзиме предлагали пригласить в проект такого именитого актера, как Киану Ривз, который покорил наши сердца своей актерской игрой в фильмах Джон Уик, Матрица и другие. В итоге Кадзима отказался и настоял на том, чтобы в Death Stranding снялся актер Матс Миккельсон, который ранее играл в фильмах Ганнибал и Доктор Стрэндж. В Death Stranding будет асинхронный мультиплеер. Игроки никогда не встретятся лицом к лицу, но они смогут оставлять подсказки, делиться припасами, возводить убежище. При подключении к Bridge Baby главный герой сможет увидеть следы других пользователей и таким образом вычислить, например, правильный путь, если заблудился или найти потайное место. В создании игры приняли участие два известных кинорежиссера – Гильермо Дель Торо, который снял такие фильмы, как «Лабиринт Фавна» и «Форма воды». Также в проекте принял участие один из самых кинематографичных режиссеров современности – Николас Видинг Рефон, который известен своими работами «Драйв» и «Неоновый демон». Интересно, что оба режиссера в своих работах делают упор на цветовую гамму, особенно Рефон, у которого само повествование порой зависит от цветовой гаммы. Изначально считалось, что режиссеры еще и сыграли двух персонажей в Death Stranding, но еще до релиза игры выяснилось, что разработчики лишь отсканировали артистов и наделили героев их внешностью, а сами роли исполняли другие люди. Не существует традиционного состояния Game Over. Вместо этого, когда игроки умрут, во время боя они оказываются в перевернутом царстве в поисках пути назад к живым. Этот прием роднит игру с MMORPG. В одном из многочисленных интервью Кодима признался, что ему было нелегко увлечь коллег идеей Death Stranding. По словам Кодимы, реакция у всех была примерно одинаковой. Ты таскаешь вещи, подключаешься и просто ставишь лайки, ну и что в этом интересного? Однако, рано или поздно, практически каждый разработчик понял суть игры. В итоге, все же у Кодимы вышло собрать прекрасную команду из интересных людей, которые являются мастерами своего дела. Поэтому, если ты еще думал о том, чтобы поиграть, то теперь ты просто не сможешь не поиграть. И это был канал Дай 5 и 10 фактов о игре Death Stranding. Меня по-прежнему зовут Лейкей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. А также советую посмотреть вам другие видосы с нашего канала.